Все основные теоремы по стереометрии мы с вами прошли, и теперь осталось научиться делать только две вещи, которыми в 11 классе и занимаются. После того, как вы изучили все геометрические тела, вам нужно научиться находить их две основные характеристики – объем и площадь поверхности. Сегодня мы с вами поговорим про вторую. Ну, во-первых, если вы не знаете, что такое площадь поверхности, или даже вы это проходили, но не поняли, всегда надо просто посмотреть на само название, и тогда, возможно, все станет ясно. Ну, во-первых, что такое поверхность? Вот у нас есть какое-то тело. Поверхность – это вот все вот это, да, вот это и вот это. Все вместе – это называется поверхность, идет поверху. Вам нужно найти площадь этой поверхности. Ну, давайте подумаем вот о чем. Из чего сейчас состоит наша поверхность? Она сейчас состоит из прямоугольника, 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 прямоугольника. Ну, и так можно рассмотреть абсолютно все грани. То есть сейчас она состоит из шести прямоугольников. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Площадь прямоугольника вы искать умеете. Ну, это даже в началке знают произведение двух его сторон. Значит, вы можете найти площадь каждого из шести ваших прямоугольников. И если вы их сложите, то вы как раз и получите площадь поверхности. То есть площадь поверхности – это очень просто, тут даже стереометрия не нужна. Площадь поверхности многогранника – это сумма площадей всех его граней. Но надо понимать, что это именно площадь поверхности многогранника. Потому что если вы возьмете, допустим, вот такое вот тело, у него вот эта часть поверхности гранью не является. Вот эта грань, вот эта грань, а вот эта вот не будет гранью. Но у такого тела тоже можно найти площадь поверхности. Для этого нужно вот эту часть поверхности развернуть в плоскую фигуру и найти площадь данной фигуры. Так, второе, о чем нам надо поговорить, это что такое боковая поверхность. Ну давайте, вот я возьму опять наш прямоугольный параллелепипед, пусть он будет стоять вот на этом прямоугольнике. Тогда это будет нижнее основание, вот эта параллельная фигура будет верхним основанием. И тогда вот часть поверхности без вот этих двух оснований, все остальные прямоугольники, да, в сумме как раз и дадут нам боковую поверхность. То есть боковая поверхность это часть поверхности без оснований. Ну и у этого тела в данном случае вот то, что не является гранью, это как раз и есть боковая поверхность. Вот это основание, это тоже, а часть поверхности без основания называется боковая поверхность. Но надо понимать, что боковая поверхность есть не у всех тел. В данном случае, например, у нас есть шарик, и у него нет ни оснований, и нет поэтому боковой поверхности. Понятно, что если у тела есть боковая поверхность, то его площадь тоже можно найти. То есть там даже меньше расчетов, потому что не надо основание учитывать. И поэтому в дальнейшем мы с вами будем как раз заниматься нахождением площади боковой поверхности Потому что именно оно обычно представляет некую сложность Ну потому что в основаниях обычно какие-то простые фигуры Прямоугольники, параллелограммы, треугольники, площадь их легко искать А с боковой поверхностью, если это, конечно, не какой-нибудь прямоугольный параллелепипед А вот что-нибудь такое, вот тут насчет боковой поверхности нужно немножко подумать То есть мы будем с вами находить площадь боковой поверхности каждого тела Ну а дальше вы автоматом просто приплюсуете площадь основания Если захотите, чтобы найти площадь поверхности тела